А власти Колумбии вводят жесткие ограничения на потребление воды. Всему виной рекордная засуха и скудные осадки в регионе. Дефицит наблюдается и в Чили. Фермеры Зимбабве могут потерять 90% урожая из-за аномальной жары. Местные власти просят о помощи международной организации. Подробности у Аселя Абдекалыкова. Власти столицы Колумбии вводят нормы потребления воды из-за сильной засухи. Об этом накануне заявил мэр Богаты. Ограничения коснутся 11 муниципалитетов, в которых проживает порядка 9 миллионов человек. Там воду будут подавать по графику. Под воздействием высоких температур Колумбия находится с конца 2023 года. Аномальная жара вызвала сильные лесные пожары, а скудные осадки привели к падению уровня воды в водохранилищах до критических показателей. На сегодня они заполнены лишь на 16%. Это самый низкий уровень за последние 40 лет. Это связано с явлением Эль-Ниньо. В марте ситуация ухудшилась. Мы ожидали дожди в последнюю неделю месяца. Но их не было. Осадки могли наполнить наши водохранилища. Март стал одним из самых засушливых месяцев за всю историю метеонаблюдений. Это вынудило нас принимать меры по экономии ресурса. От острой нехватки питьевой воды страдают и жители северных регионов Чили. Засуха продолжается там уже 15 лет. Сильнее всего страдают фермеры и аграрии. Одно из крупнейших водохранилищ региона Кокимба почти полностью высохло. За год там выпало всего 15 миллиметров осадков. По прогнозам Института мировых природных ресурсов, полностью исчерпать запасы питьевой воды население Чили может уже к 2040 году. «Мы потребляем очень мало воды. Нам приходится тщательно планировать её расход, чтобы иметь достаточно запасов на неделю. Страдаем не только мы, но и наш домашний скот. Им тоже нужно пить». Зимбабве может потерять до 90% урожая сельхозкультур из-за рекордной засухи, вызванной Эль-Ниньо. Фермерам приходится делать запасы на 2-3 года вперёд, планируя убытки. По данным международной организации Oxfam, более 24 миллионов жителей Зимбабве сталкиваются с голодом. Это происходит из-за экстремальных погодных явлений. На прошлой неделе власти страны объявили засуху национальной катастрофой, призвав международное сообщество выделить свыше 2 миллиардов долларов помощи.